Как славянцы помогают жителям Абширонского района, пострадавшего от наводнения? Какие работы по благоустройству проводятся в сельских поселениях? Что ждет тех, кто не платит налоги? Об этом и многом другом смотрите в нашей рубрике «Дайджест муниципальных новостей». Славянцы участвуют в восстановительных работах в Абширонском районе, пострадавшим от наводнения. Специальная аварийно-восстановительная бригада работает на территории Хадыжинска. В нее вошли сотрудники муниципалитета, казаки, представители МЧС. Координируют деятельность бригады и глава района Роман Синяковский. Им предстоит с помощью техники, а также вручную расчистить от грязи, мусора, ила территории домовладения, оказывая пострадавшим всю необходимую помощь. Вы также можете помочь землякам. Славянское благочение проводит благотворительный сбор предметов первой необходимости для пострадавших от наводнения в Топсинском районе. Принимаются новое постельное белье, одеяло, подушки, мыло и средства личной гигиены. Вещи можно передать в Свято-Успенский храм. В конце октября во всех органах исполнительной власти и органах местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края прошел региональный день приема граждан. Жители с интересующими их вопросами могли обратиться к представителям власти различного уровня. В Славянском районе заместители главы района, руководители служб и ведомств, главы сельских поселений приняли 10 человек. Вопросы, с которыми жители обращались за помощью, касались водоснабжения, социального обеспечения и оказания материальной помощи. Некоторым оказана правовая помощь в решении юридических проблем. Продолжает свою работу созданная по постановлению администрации Славянского района межведомственная комиссия по легализации налоговой базы и базы по страховым взносам, мониторингу ситуации по снижению неформальной занятости. На заседании комиссии, куда входят представители районной администрации, налоговой инспекции и других заинтересованных служб, приглашаются руководители организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели, которые заслушиваются по вопросам выплаты зарплаты ниже прожиточного минимума и среднетраслевого уровня, погашения задолженности по налогам и страховым взносам. Комиссия своим решением обязывает организации и предприятия, а также предпринимателей, устранить имеющиеся нарушения. Сельские поселения Славинского района продолжают благоустраиваться. Благодаря краевой программе в Черноярковском сельском поселении была капитально отремонтирована дорога по улице Северной. По улице Советской установлена новая детская площадка. При содействии районных властей отремонтировано здание старой амбулатории. Сейчас там разместилась детская музыкальная школа. Комфортнее для жителей становится и прибрежное сельское поселение. В этом году там выполнен ремонт четырёх асфальтовых дорог на общую сумму свыше 17 миллионов рублей. Работы проводились благодаря краевой поддержке. За счёт собственных средств поселения сделано асфальтовое покрытие по улице Западной. В планах перевести ещё шесть дорог из щебёночного покрытия в асфальтовое.